Это видео в интернете набрало уже более 30 тысяч просмотров. Оператор, она же и пострадавшая Елена Зыкина, жительница дома номер 9 по улице Суворова. Горячей воды в квартире женщины нет уже не первый год, а в мае плата за содержание и ремонт жилья вдруг выросла в три раза. Получить от коммунальщиков ответ на вопрос, почему так происходит, Архангел Городка пыталась неоднократно. Очередная встреча с сотрудниками управляющей компании «Мир», которая обслуживает пятиэтажку на Суворова, окончилась безрезультатно, а вернее дракой. По словам Елены, инициатором конфликта стала сотрудница управляющей организации. Она начала очень сильно на меня орать, и я, ну, я, конечно, матюгнулась на нее. Она говорит, у меня прослушка тут стоит. Я говорю, хорошо, ладно, я достала телефон, я говорю, давайте я тогда буду записывать все, как вы со мной разговариваете, в каком тоне. Вот только я нажала play, и на меня сначала дама молодая напала, потом вот эта вот пожилая дама на меня напала. Будучи профессиональным спортсменом, Елена не растерялась и дала коммунальщикам отпор. После обратилась в полицию и написала заявление. В офис управляющей компании «Мир» с кулаками сегодня готовы идти и другие жильцы пятиэтажки на Суворова-9. От наглости управленцев люди находятся на грани нервного срыва. Два месяца вот управляющая компания у нас уже была, управляющая компания «Мир» ни разу подъезд не убирался, мы полностью заросли в грязи. И только после неоднократных звонков в июле месяце была произведена уборка. Штрафовали нашу компанию, а решение не произведено, вода так с перебоями и поступает. То же самое с отоплением. Мы платим очень большие, у меня даже один раз была квитанция за квартиру, 15 тысяч за отопление. Ну это как бы немыслимое. Просили разобраться, с этим тоже не разобрались. На Сувтина-37 ситуация не лучшая. От бездействия управляющей компанией «Мир» местные жители тоже устали. Проблемы те же. Из крана с горячей водой ничего не течет. А просьбы восстановить водоснабжение коммунальщики будто специально игнорируют. Они нам пришли, перекрыли воду. Там в теплоузле, где-то в соседнем доме, сказали, что мы ничего делать не будем. Начисляют так же полностью счета, приходят за горячую воду, а горячей воды нет. И не знаю, видимо не будет. Это уже вторая попытка нашей съемочной группы попасть в офис управляющей компании «Мир» и побеседовать с ее сотрудниками, чтобы получить ответы на интересующие вопросы. Как мы видим, дверь никто не открывает. Видимо, в офисе никого нет. Несмотря на то, что на объявлении написано, что управляющая компания «Мир» работает до 4 часов. Хотя на часах еще только без 24. Обращение людей в прокуратуру, администрацию Архангельской, городскую жилищную инспекцию результатов не дали. И похоже, все, что им остается, это сменить управляющую организацию. Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение.